Девушки отдыхают Робочий день социального працівника Елизаветы Одинцової, яка опікувалася літніми людьми, почався з неприємностей. Я вам уже двести раз говорила, я социальний работник, а Евгений Борисович мой подопечный, он совершенно один живет. Боже, если он умрет, то его обнаружат только по запаху. Ну нет, все в лучшем виде. Вам даже замки не придется менять. С вас двести грею. Спасибо. Если что, вы ко мне не обращались. Я вам верю, но проблемы мне не нужны. Евгений Борисович, как и все, с кем я работаю, одинокий пожилой человек, у которого кроме меня, работника социальной службы, нет никого, кто мог бы о нем позаботиться. Евгений Борисович! Господи, Евгений Борисович! Пульс есть. Алло, скорая? Казалось бы, за время работы в социальной службе я должна была привыкнуть к таким ситуациям. Но каждый раз мне кажется, что я теряю родного и близкого человека. Мне было больно, и я до последнего верила, что Евгению Борисовичу еще можно помочь. Швидка не забарилась, тож Евгенове Борисовичу надали первую помощь. Состояние серьезное. Подозрение на инфаркт. Нужна срочная госпитализация. Доктор, у нас с ним все будет в порядке? Ну, откуда же мне знать? Одно скажу. Вы обратились вовремя. Еще бы чуть-чуть, и все бы было гораздо печальнее. Гораздо. Лиза. Лиза. А вам, больной, лучше помолчать. Берегите силы. Рой. Лиза. Рой. 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 Не волнуйтесь. Я Рою заберу к себе домой. И он обязательно ждется вашей виписки. Спасибо. Конечно, я согласилась взять Рою. Ну, как же иначе. Но я даже не представляла, какими ужасными последствиями для меня это вернется. Лиза не могла взяти Роя с собою на работу. Тому ей довелося залишити собаку в квартире. Женка навіть не догадывалася, чим для неи обернется цей эксперимент. Так. Это теперь твое место. Ну что? Нравится? Сидеть. Так. Ну, что еще? Собактом я никогда не была. А, вода. Жди. Так. Ну, вроде бы все, да? Давай договоримся. Я сейчас на работу иду, а ты дома остаешься. Ну, только веди себя хорошо. А когда я приду, мы с тобой погуляем. Договорились? Видя, как Рой скучает за хозяином, у меня защемило сердце. Я думала, что это Евгений Борисович одинок. Но у него есть хотя бы собака. А у меня же совсем никого нет. Залишивши собаку вдома, Лиза поквапилася до летних людей, які потребовали ей допомоги. Значит, теперь у тебя есть собака. Да, это временно. Евгений Борисович скоро поправится. Керой вернется к нему. Хотя это так удивительно. Он по нему скучает. Вроде бы собака. А все понимает, все чувствует. А знаешь, это хорошо, что у тебя сейчас есть собака. Ты теперь с ним гулять будешь. Познакомишься с владельцами собак. А среди них есть и одинокие мужчины. Вот. Считай, что это подарок судьбы. Ну, ты что? Ты только с нами, стариками, и ходишь гулять. Да, Рематли. Ну, вы опять за свое, да? Да. И буду за свое. Вот посмотри на меня. Ну, что тут хорошего? Всю жизнь мужиками перебирала. Все искала лучше. И что? В результате осталась одна, как перст. Думаешь, это хорошо? Сколько тебе лет? Тридцать. Три. Ну, вот. Не успеешь оглянуться, будет шестьдесят три. Три. Действовать нужно, Лизок, действовать. Одиночество – это ужасная вещь. Послушай меня, старуха, и не делай моих ошибок. Но если вы не заметили, то очереди из женихов у меня тоже нет. Да и вообще, я одна привыкла. Глупости привыкла она, и не думай мне так даже говорить. Ты же знаешь, у меня одна цель в жизни – выдать тебя замуж. Ну, а потом уже и по миру отвезли. Я понимаю, что Дарья Матвеевна желает мне счастья. Но разве я не вижу себя в зеркале? Я очень молодая, некрасивая, небогатая. Шансов на личное счастье у меня нет. Я давным-давно поставила крест на семейной жизни. Потому все разговоры на эту тему не доставляли мне никакого удовольствия. Давай быстрее! Осторожнее! Господи, ну совсем совесть потеряли. Ой, без тебя не могу. Не ушиблись, нет? Тоже ты такой же. Вы ничего не повредили? Да нет, вроде бы, не знаю. Да ноги ударила. Давайте, я вас оброшу, давайте, давайте. Ой, не знаю. Ой, бессовестные мальчишки. Кто же это за хлопцы такие-то, по-моему? Нет. Ох, спасибо. Ой, это ваше, наверное. Ой, вот добрый человек, спасибо. Может быть, у вас пакеты есть какие-нибудь, потому что здесь все порвалось, выпадает. Да, ну я сейчас посмотрю. Посмотри, Лизочка. Я обычно всегда с собой ношу. Боже, все падает. Нет. Ну нет пакетов, не взяла. А знаете, у меня здесь машина неподалеку, давайте-ка я вас подвезу. Нет, нет, спасибо, не нужно. Так, а что случилось? Ой, что ты? Связку потянула. Так, знаете что? Возражения не принимаются. Держите пакеты, а вы цепляйтесь за меня и пройдемте к машине. Осторожно. По чуть-чуть. Спасибо. Нет, вставай. Когда Дарья Матвеевна упала, я нарисовала в своей голове все самое плохое. Опять скорая, второй случай за день. У меня опускались руки, и помощь незнакомца была очень кстати. Хотя, как выяснилось позднее, никакая нога у Дарьи Матвеевны не болела. Осторожно. Выдавайте мне. Спасибо. Осторожно. Ой, вот спасибо. Спасибо. Мне не сложно. Ну, что же, будем прощать. А вот, знаете, я просто так вас отпустить не могу. Можно сказать, мой спаситель. Ну, как минимум. Чаем с печеньем я вас напою. С удовольствием. Да. А Лизонька мне с чаем поможет. Да, Лиза? Ну, она у нас лучше всех чай заваривает. Извините, Дарья Матвеевна, но в этот раз никак не получится. Мне еще нужно в больницу забежать, поэтому оставляю вас с вашим спасителем. Спасибо вам большое еще раз. Инфаркт. Серьезная штука. Серьезная штука. Для полноценного выздоровления ему нужен будет круглосуточный уход. Скажите, а без этого никак нельзя? Милочка, а какие проблемы? Хочешь, чтоб дедушка выздоровел? Надо идти на жертву. Да он мне совсем не дедушка. Я социальный работник, и у меня таких, как он, еще десять человек. Жаль. Бедный старик, мог бы выкарабкаться, но без лекарств никак. А они сейчас дорогие. Да вы не переживайте, я все куплю. Главное, чтобы он поскорее встал на ноги. Я не представляла, что буду делать. Откуда буду деньги брать? Я знала только одно. Если я не сделаю все, чтобы помочь Евгению Борисовичу выздороветь, никогда себе не прощу. Первое, что почула женщина, зайшовши до подъезда, галкид собаки, який лунав из ее квартиры. Рой, что это? А это что такое? Ну что ты сделал? Иди отсюда, иди. Я спешила домой с радостью. Наконец-то меня кто-то ждет. Пусть и собака, пусть и не моя. Но наконец-то в моей квартире появилось живое существо. После всех неприятностей дня я никак не ожидала таких сюрпризов отрою. Ну что, чем мне тебя накормить-то, а? Сейчас посмотрим. У Лизы никогда не было домашних тварин, Тож, отсутність досвіду зіграла з нею поганий жар. Парчки. Не будеш? Не. Ну я так и думала. Так. Ну, гречку-то ты, наверное, должен есть, да? Так. С сосиской. Будеш? Вкусно? Ой, иди сюда, иди. Давай. Приятного аппетита. Ну, а мне гречка осталась. Да, Дарья Матвеевна. Тонометр? Есть. Хорошо, через полчаса занесу. Только я срою. Хорошо? Заходи, Лизочка. Здравствуйте. Здравствуй. Держите, он электронный. Умейте пользоваться? Да, спасибо, Лизонька. Ну, а то у меня давление так скачет. Слушай, а ты заходи. Заходите. Да нет, нет, мы не планировали. Мы только на секундочку тонометр отдать. Да на какую секундочку? У меня пироги в печке. Рой, хочешь пирожок? А? Что задумала Дарья Матвеевна? Социальный работник Лиза Одинцова опікується летними людьми. А на власному особистому житті жінка поставила хрест. Чи зможа Лиза знайти справжнє кохання? Рой, хочеш пирожок? Добрый вечер. Я подозревала, что Дарья Матвеевна пригласила меня не только из-за тонометра. Меня раздражало, что она пытается манипулировать моей жизнью. Да еще и делает это у меня за спиной. Располагайтесь, а я на кухню за пирогами присмотрю. Может, я вам помогу? Ну что ты, Лизонька, ну что я уже за пирогом не смогу присмотреть. Вы сидите, отдыхайте, а я сама разберусь. Вот там вот пирожные. Разбирайтесь. Лиза и не догадывалася, до чого призведеться начебто випадкова зустріч. Дарья Матвеевна, как всегда, пытается устроить мою личную жизнь. Но у нее ничего не получается. Давайте договоримся с вами так. Эти полтора часа с вами перетерпим и забудем об этом вечере, как о страшном сне. Хорошо? Лиза, вы делаете неправильные выводы. Дарья Матвеевна пригласила нас просто попить чаю. И только и всего. Но не считайте в этом никакого подвоха. Тут все прозрачно. Ой. Вы извините, просто Дарья Матвеевна, она всегда так. Ну, а даже если и так, ну, что в этом плохого? Да нет, ничего, наверное. Просто я не мечта мужчины, я об этом знаю. И каждый раз, когда Дарья Матвеевна устраивает такие смотрины, я себя неловко чувствую. Как некрасивая маленькая собачка, которая ожидает своих хозяев в приюте. А они все время проходят мимо вольера. Ну, тогда... Как хорошо, что сегодняшний вечер не подразумевает никаких подвохов. Правда? А вы ему нравитесь. Да. Меня вообще собаки любят. Тут главное уверенность. Хотите, покажу? Рой, сидеть. Видишь, все просто. Ах ты. У меня была когда-то собака. Я ей занимался, дрессировал. Все команды знала. А что с ней случилось? Умерла? Да нет. Жена забрала после развода. Я недавно встретил ее на прогулке в парке. Все команды забыла. А пока я ей занимался, все четко выполняла. А я совсем не умею с собаками обращаться. О, это очень просто. Да, Рой, сидеть. Лежать, лежать. На удивление, вечер прошел не так плохо, как я могла ожидать. Руслан оказался приятным собеседником. И впервые за долгое время я не чувствовала себя неуютно в обществе мужчины. Ну что? Хороший парень. А ты не хотела? Ну, вечер действительно прошел хорошо. Но Дарья Матвеевна, ничего больше. Ну, как скажешь. Ну, что ты. Дарина Матвеевна была не из тех людей, которые не доводят почати до конца. Тож на Лизу ждал еще один сюрприз. Чувствия придется мне воспроводить. А то ваш пес так ко мне прикипел, что, думаю, со мной и останется. Прекрасная идея. Ты знаешь, Лизонька, заодно Руслан тебе расскажет, как нужно себя вести с Роем, чтобы он тебя слушался. Правда, Руслан? Да, без проблем. Все команды повторим. Мне не понравилось, что опять все решалось за меня. Мне опять пришлось уступить. Но не могла же я в самом деле убежать и хлопнуть дверью. Хотя, так и нужно было сделать. Даже не знаю, что с ним и делать. Дома оставляю, а он там лает и воет. Соседи жалуются. А на днях сапог мой сгрыз, написал. Лиза, давайте завтра, когда вы будете прогуливаться с Роем, я покажу вам, как сделать так, чтобы он соседям не мешал. А это удобно будет? Конечно. И, кстати, у меня завтра пару часов свободного времени. Так что соглашайтесь. Да и что-то вы все на вы, да на вы. Может быть, уже пора перейти на ты? Договорились. Ай-яй-яй, ну какой ты грязнуля. Ну посмотри на себя. Да, лапы сейчас будем мыть. Ты любишь лапы мыть? Да, Дарья Матвеевна, да. Да, мы уже дома. Руслан проводил до подъезда. Ну опять вы за свое, да? Ну хороший, хороший, да. Но это ничего не означает. Ну, он завтра со мной и с Роем идет на утреннюю прогулку. Да какое это начало? Ну что вы... Все, кладу трубку. Ну ты представляешь, пристал, а? Не одной хорошо. Тем более у меня есть ты. Ну что, пойдем лапы мыть, а? Разговаривая с Дарьей Матвеевной о планах на завтрашний день, я поймала себя на мысли, что очень хочу увидеть Руслана. Он мне понравился. Но это испугало меня. Вже наступного ранку, как и домовилися Лиза и Руслан, зустрелись на прогулянце. Фу, плюнь, плюнь, ну гадость же. Нельзя, нельзя. Фу, плюнь, плюнь сейчас же. Вот негодник, а? Ты представляешь, ну глазом не успел обморгнуть, а он уже какую-то гадость съел. Привет, Рой, привет. Сейчас мы займем твой рот и поднимать гадости будет некогда. А эту косточку дашь ему, когда уйдешь на работу. Он будет ее грызть, и времени на то, чтобы быть у него, просто не будет. Ой, спасибо тебе большое. Ты меня спас, а я уже и не знала, что мне делать. Ну, в самом-то деле, не брать же его с собой на работу. Это, конечно, еще та амбуза. Руслан, а я вот одного не могу понять. А зачем ты время свое тратишь на меня? Не ищи подвох. Просто за то время, пока я занимался бизнесом, я убедился в том, что люди ничего не готовы делать бесплатно. За деньги-то хоть мать родную продадут. А ты занимаешься тем, что помогаешь больным старикам и платить тебе за это, скорее всего, копейки. Да я ничего другого больше делать не умею. Пять лет назад умерла моя мама. Она была тяжело больна. И последние два года она была полностью прикована к кровати. Поэтому за ней требовался постоянный уход. А когда она умерла, я поняла, что ничего другого делать не могу, как только людям помогать. Так что другого выбора у меня и не было. И тебе нравится то, чем ты занимаешься? Ну, понимаешь, это сложно. Потому что я занимаюсь стариками, которых бросили родственники, или те, у которых их вообще нет. Они глубоко одинокие и несчастные. Поэтому, если я им могу доставить хоть капли радости, значит, я живу не зря. Ты удивительная. Я хотел бы продолжить наше знакомство. Как ты отнесешься, если я приглашу тебя сегодня поужинать со мной вечером? Ты меня на свидание приглашаешь? Просто ужин. Рой! Рой, ко мне! Ко мне! Руслан полностью расположил меня к себе. Я забыла, что дала обещание больше никаких свиданий. Я влюбилась и гнала прочь любые плохие мысли. Если бы я знала, к чему все это приведет, вряд ли бы поступила так безрассудно. Вперше за багато роков жінці захотілося мати привабливий вигляд. Вот это удлиняющее с эффектом накладных ресниц. Она придает взгляду некую таинственность. Вот эта тушь объемная. Ресницы от нее длиннее не станут, но будет казаться, что их намного больше. А что вы для меня посоветуете? Думаю, вам надо создавать объем. Ресницы у вас редкие. Длинять особо нечего. Так что будем создавать эффект количества. Спасибо. Вот это могу предложить. А сколько она стоит? Ничего себе. Красота требует жертв. А особенно финансовых. Да. Думаю, один раз в 10 лет можно себе позволить, да? Это странно, конечно. За собой надо следить всегда. А раз в 10 лет это просто пустое и бесполезное занятие. Думаете? Знаю. А что вы мне с губами посоветуете? Могу вам порекомендовать вот этого производителя. Цена достаточно сносная. Прекрасная, интересная палитра цветов. Ну и итальянское качество. Последний раз я пользовалась косметикой лет в 16. Я не хотела себе признаваться в том, что стремлюсь выглядеть красивее не для себя, а для Руслана. Какая же была дура. Уси думки Лизы были про вечернее побачение с Русланом. Но чтобы вчасно появиться, молодые женщины, что нужно было сделать безлечу справ. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас тут кто-то влюбился. Глазочки-то как горят. Лизочка, я тебя такой никогда не видел. Да это просто тушь для ресниц. Вот решила попробовать. Ну, такие решения просто так не делаются. Ну, давай рассказывай, я прав. Ну, есть кое-кто на примете. Отлично. Замуж, выскочишь, детки пойдут. Только смотри, хороших людей воспитывай. Не ошибись так, как я. А я и не знала, что у вас есть дети. Сын. Ну, считай его. Не ошибся, Лиза. Детки пойдут. Только смотри, хороших людей воспитывай. Не ошибись так, как я. А я и не знала, что у вас есть дети. Сын. Но, считай, его нет. Евгений Борисович так не пойдет. Нам нужно обязательно ему сказать, что вы в больнице. Не вздумай. Я не хочу больше об этом говорить. Дело закрыто так-то. Вот тут мне, Анна, выписывали всякого. Думаю, что дорого. Но врачи говорят, без этого никак. Ну, зайдешь ко мне домой, там все равно где-то 300 гривен. Думаю, что должно хватить. Договорились. Все сделаю. Я была в шоке. У Евгения Борисовича есть сын. Ну, как же так? Я бы все отдала, чтобы у меня были родители. А люди, у которых они есть, так просто от них отказываются. Я никогда не могла этого понять и простить. Но я даже предположить не могла, что жизнь уже очень скоро устроит для меня жестокую проверку. Лиза была засмучена. Ее планы на побачення выявилися под загрозой. Но отмазать человеку, которая потребовала ее помощи, девчина просто не смогла. Вот, Дарья Матвеевна, пенсию вам принесла. Спасибо, Лизонька. Чего ты грустная какая-то? Случилось что? Руслан на ужин пригласил. Так это же замечательно. Я так рада за тебя. Ну, что ты? Или ты отказалась? Да нет. Согласилась. Да. Я и то, что я ресниц купила, и помаду, и блузку нового. Молодчина. Вот это умничка. Молодец. Правильно. Согласна. Только все это вернуть придется. Евгений Борисович дал мне 300 гривен и список лекарств, которые нужно купить. Ну, я решила потратить свои. Дошла в аптеку. А там наших лекарств нет. Только иностранные аналоги. Ну, в общем, все это будет стоить около полутора тысяч. Ну, здоровье важнее, правда, чем красота. Не знаю, может, оно и правда. Но только это не так. Ты заслужила и новую блузку, и тушь для ресниц. Да, конечно. Только я себе их позволить не могу. А я могу. Забирай. У меня есть кое-какие сбережения, я и без пенсии проживу. Нет, нет. Я так не могу. Нет, спасибо большое. Бери, говорят. Да что я эти деньги в могилу возьму, что ли? Ну, и зачем нам деньги, если не давать их, не дарить дорогим людям? Спасибо. Я вот только одного не могу понять. У Евгения Борисовича есть сын. Представляете? Ну, вот как так? Он жил и совершенно не интересовался жизнью своего отца. Лизонька, ты еще такая молодая. В жизни всякое бывает. Не спеши осуждать. Они разберутся. А жизнь накажет того, кто виноват. Обязательно накажет. Тогда это был теоретический разговор. Если бы я только знала, что в тот же день жизнь накажет меня. До встречи с Русланом залишалося кілька годин. И Лиза вирішила відвідати еще одного подопечного, який минулого тижня потрапил до лекарни. А кто вы? А вам что нужно? А мне Сергей Васильевич нужен. Он дома? А дед? Так он пять дней назад умер. Похоронили уже. Ну как умер? Я ж его неделю назад видела. С ним было все в порядке. А я вот ему и пенсию принесла. Пенсию принесла? Это хорошо. Давайте. Нет, я вам не могу отдать. Я не знаю, кто вы. Ну, Вася. Внук Сергея Васильевича. Какой внук? Я ни о каких внуках не слышала. Барышня, да что вы в самом деле? Давайте деньги сюда. До свидания. Подождите, да что вы себе позволяете, а? Вы что? Вы деда своего бросили. Он один был. Он мог рассчитывать только на социальную службу. Оказывается, у него еще и родственники были. Приехали наследство получать, да? Деда на мусорку решили выкинуть, да? Да он же человек, во что? Истеричка, пошла вон отсюда. Я уже не один раз сталкиваюсь с неожиданно объявившимися родственниками якобы одиноких стариков. Это так мерзко. Неужели они не понимают, что пожилым людям нужно чуть-чуть внимания, и они будут счастливы? Все свое имущество завещаю. Василенко Р. Еще один безсердечный ублюдок. Из завещания я узнала, что сын Евгения Борисовича живет поблизости. Я была просто в ярости. Я решила высказать этому подонку все, что я о нем думаю. А еще я не знала, что буквально через полчаса пожалею о том, что этот документ попался мне на глаза. Лиза хотела подивиться в очи чоловикови, який совсем не пиклувався про батька, проте уже был вписан в заповедь. Вона и не подозривала, який сюрприз на ней чекает. Ты? Лиза? Так значит, это ты? Ну откуда ты знаешь мой адрес? Отсюда. Значит, ты бросил своего отца? Да как ты мог? Значит, все это было фарсом, да? Ты решил надо мной посмеяться? Да ты хуже, чем те, кто оставляет своих стариков, а потом приезжает за их наследством. Ты ничтожество. Видеть тебя не хочу. Лиза! Да ты не так все поняла! Постой, Лиза! Лиза, ну подожди, подожди, Лиза, ну подожди же, куда ты идешь? Да не прикасайся ко мне! Да успокойся, ну стой же, выслушай хотя бы, ну что происходит? Да что ты мне можешь сказать, а? О том, что у твоего отца такой вредный характер, а ты такой добрый, замечательный, что не смог с ним жить, да? Конечно, это все вранье, потому что ты не хотел время ему даже уделять. Полчаса в день, конечно же, это так сложно, да? Да нет же, ну при чем здесь? Ну отец сам выгнал меня пять лет назад, я вообще ушел из органов, начал заниматься бизнесом. Отец же считает, что бизнесом могут заниматься лишь воры, недобросовестные люди. Я пытался наладить с него отношения, но он сам не хотел. Да конечно, это тебе легко так думать, это все так думают, потому что не хотят ничего делать, понимаешь? А твой отец лежит в больнице при смерти. Или ты думаешь, это он сам так решил, да? Подонок, ненавижу тебя! Ты возомнила себя, ты работаешь в своей соцслужбе за копейки, думаешь, ты имеешь право всех осуждать или что? Ты думаешь, что все про всех знаешь лучше остальных? Да, знаю. А знаешь, как это называется? Гордыня. Такая бедная, несчастная. Всех вокруг осуждает, только свою личную жизнь почему-то устроить никак не может. А почему? Потому что вокруг все подонки, негодяи, а так же легко обсуждать всех вокруг, только не себя. Себя ведь сложно. Ты такая хорошая, вся такая добрая, всем помогаю. А то, что выбора у тебя не было, то, что ты пошла по пути наименьшего сопротивления, только бы себя любимую не напрячь лишний раз, это тебе не кажется странным? Видеть тебя не хочу. Слова Руслана были словно нож в сердце. Я знала, что в отношениях мне рассчитывать не на что. Встретив его, я поверила, что все может быть по-другому. Но чудес не бывает. Это стало для меня сильным ударом. Лиза ледве дісталася додому и мріяла лише про одне – опинитися під ковдрою и доскочу наплакатися. Але в когось были інші плани. Ну что ты сделал? Ты съел целую кастрюлю борща? Понравилось, да? Молодец. Ну как ты мог? Завтра к хозяину твоему пойдем, да? Он, кстати, уже на поправку пошел. Тогда мне казалось, что Ру – это единственное живое существо, которому я нужна. Я была счастлива, что он у меня есть. Он был живой и теплый. Он был рядом. И мне было с ним хорошо. Мне хотелось верить, что так будет всегда. Но, к сожалению, это, как и все хорошее в моей жизни, длилось совсем недолго. Дизнавшись от Лизы про стан батька, Руслан, негаючи часу, кинулся до лекарни. Отец! Отец, значит, вспомнил. Пять лет не виделись, а теперь отец. Я вычеркну тебя из своей жизни. Я не хочу тебя видеть. Прости, прости. Я был неправ. Ты думаешь, этого достаточно? Прости, через пять лет и все. А? Нет, недостаточно. И никогда не будет достаточно. Но я пытался, я писал, я звонил тебе. Ну, ты сам выстроил между нами стену. А как мне было иначе? Раньше я таких, как ты, бизнесменов, ловил и за решетку сажал. Да ты и сам это делал. Зачем ты ушел из органов? Зачем занялся бизнесом, а? Это же чистое воровство. Как мне было друзьям в глаза смотреть? Я же должен был тебя за решетку посадить. А я не хотел быть нищим. Что в этом плохого? Ты думаешь, на меня деньги с неба сыпятся? Ты знаешь, какой это тяжкий труд? И вообще, скольким я должен платить? Тем, кто должен меня защищать. Разговор окончен. Пять лет не виделись, еще пять лет переживу. Помру, заберешь квартиру. И много-то у тебя их осталось. Что? Тех, кому из-за меня тебе в глаза смотреть стыдно-то. Ни одного. Ну так, может, поговорим, пап? Папа, я влюбился. Такая же аферистка и вымогательница, как твоя бывшая. Это Лиза. Твоя Лиза. Папа, я влюбился. Такая же аферистка и вымогательница, как твоя бывшая. Это Лиза. Твоя Лиза. Лиза? Девка хорошая. Не красавица. Ну, сердце уже доброе. В общем, сначала познакомился с ней, чтобы хоть как-то на тебя выйти. А потом у нас... И что-нибудь все испортил, да? Да, она видеть меня вообще не хочет. И из-за тебя, между прочим. Зрадившись, что ее подопечный почувается краще, Лиза вирішила проведете его. Видите, мой хороший. Вот лекарство. Пришлось с папчиком побегать, но ничего. Все нашла. Спасибо, Лиза. Ну, что ты... Ты какая-то грустная. Случило что? Да нет, нет, все в порядке. С парнем поссорилась. Никакого парня и не было. Так, подонком оказался, как и все остальные. Ты, Лиза, не делай поспешные выводы. Руслан парень неплохой. То, что между нами было тебя не касается, это наше дело. Да и я во многом виноват. Знаешь, какой у меня характер? Значит, вы его простили, да? Да и он меня простил, и я его простил. Оба простили друг друга. Ну, это ваше дело, конечно. Но я считаю, что это предательство. А предательство не прощают. Я не понимала, почему Евгений Борисович так быстро простил Руслана. Я была уверена, что человек, поступивший подло один раз, поступит так снова. И вскоре я смогла в этом убедиться. Розчарована Лиза прагнула забути Руслана. Но любовь так легко не минает. Лиза! Ну, постой. Ну, давай поговорим, Лиза. Нам нечем с тобой разговаривать. Ну, давай я тебя подвезу, а? Отстань от меня. Видишь, даже Рой хочет, чтобы мы с тобой помирились. Он любит меня, а собаки плохих людей не выбирает. Ну и забирай его себе. Я знала, что придет момент, когда Евгений Борисович вернется домой, и мне придется отдать ему Рою. Но я и представить себе не могла, что Рой предпочит Руслана. Я чувствовала себя преданной. Я, как и раньше, была одна. Но теперь мое одиночество было в тысячу раз сильнее. Чтобы отвлекиться от гнетючих думок, Лиза вырешила завантажить себя домашними справами. Ну, кого там еще принесло? Вы? Сейчас в обморок упаду. Не стыдно тебе? На пятый этаж старика заставила забираться. Почему на звонки не отвечаешь? У вас теперь новый соцработник. Зачем я вам нужна? Впустишь в квартиру. Или так и будем стоять на пороге. Проходите. Я не понимала, зачем он пришел. И ничего хорошего не ждала от его визита. Начинаешь жизнь с чистого листа? Молодец. Да не крути ты ее так. Обрешь. Спасибо. Весь мир на силе мы разрушили. Нас на незачемный наш главный постольный. Что? Только получается, Лизочка, что на руинах ничего хорошего не построишь. Нельзя забывать и не прощать тоже нельзя. Евгений Борисович, я все решила. А если я тебе скажу, что перестану общаться с сыном, если ты его не простишь? Ну, если ты так можешь, то почему я не могу? А? Хочешь? Мне абсолютно все равно, что вы будете делать. Меня это не касается. Получается, что ты ничем не отличаешься от него. Мы пять лет не общались из-за обиды друг другу. Ты делаешь то же самое. Значит, ты не лучше. Мне все равно. Ну, не дура ты, девка. Уже вроде бы и не молодая, пора бы ум в разуму понабраться. Но... Дура. А знаете, что? При падении я повредила связки на ноге и на несколько дней оказалась в обездвиженном. Но это не ослабило мое решение полностью изменить жизнь и никогда больше не возвращаться к прошлому. Я почувствовала, что мне проще жить без всех этих стариковских проблем. И я поступила так же, как и их родственники. Бросила их при первом удобном случае. После невдалости, Лиза наконец-то понимала Дарину Матвеевну, которая говорила о том, какой страшной может быть самотность. Да ну что же там такое? Несколько дней подряд я не отвечала на звонки. Я никого не ждала и никого не хотела видеть. Я скучала за своей работой, за стариками. Но мне казалось, что все потеряно и ничего изменить нельзя. Видеть тебя не хочу. Это твое право, только меня оно не касается. Пожалуйста, уйди. Я не подумаю. Я тут как раз два раза в неделю на общих началах соцработником подрабатываю. А ты, оказывается, не только ногу подвернула, но и собаку завела. Как же ты сама со всем этим справишься? Я думала, что даю второй шанс Руслану, но оказалось, что я отдаю его в первую очередь себе. У нас маленький сын, и мы думаем о том, чтобы завести для него сестренку. И теперь я верю, счастье каждого человека в его руках. Главное его разглядеть и не прогнать от себя. Дать себе второй шанс. Субтитры создавал DimaTorzok